Так, народ, всем привет! Я сейчас нахожусь в нашем местном автосалоне-дилере компании Volkswagen, Volkswagen Premier. И вы знаете что, я решил глянуть, что сейчас с ценами на машины, потому что, ну, так плюс-минус интересуюсь, плюс скоро случится, наверное, переезд за город, и жене понадобится тачка, вот, и нужно что-то смотреть бюджетное. И вы знаете, я когда смотрел по, как бы, да, по классам машины, да, то самый низкий класс, как бы считается, да, у нас это вот Polo, Ford Fiesta, Skoda Rapid, ну, вот эти вот автомобили, они должны быть недорогими. Но вы знаете, я сюда приехал глянуть, ну, примерно, что я, может, за 700, за 800 смогу что-то взять на автомате. Но каково мое было удивление, когда я увидел в шоуруме несколько машин, я вам покажу самую, ну, наверное, мне кажется, странную вещь. То есть вот это Polo, он хороший, максимальный. И вот, что предлагает нам Volkswagen на сегодняшний день. Вы знаете, это, опять же-таки, сейчас у нас октябрь месяц, да, и это очень такой месяц показательный. Рубль падает, доллар растет, цены тоже растут. Это Polo Exclusive, у него здесь хороший двигатель стоит. Ну, как, относительно хороший, да, то есть это турбированный двигатель 1.4 с 125 лошадиных сил. Ну, коробка передач здесь DSG, робот, 7-ступенчатый. Салон за эти деньги, ткань. Диски, диски, кстати, охуенные, я люблю черные диски, но, учитывая ширину спид, и то, что диск маленький, у него 16-й радиус, выглядит, выглядит как колпак. Короче, вот, честно, сейчас в помещении, может быть, я смотрю, да, ну, я еще в маске разговариваю, поэтому я могу шепелевать. Выглядит как колпак, честно, вот, да, черный. Хотя черные диски я люблю на белой тачке, если бы вообще была пушка. Ладно, 16-е диски и базовая комплектация. Электрообогрев шелкового стекла, датчики парковки спереди и сзади, светодиодные фары, то есть все хорошо, бесключевой доступ, все датчики. Но удивляет, что ткань салон, во-первых, во-вторых, нет противотуманок, их нет вообще. То есть, я так понимаю, оно как-то в функционалах входовые огни спрятан, да? Вот, ну, в остальном все стандартно, плюс-минус. Но единственное, что удивило, что салон ткань, да, то есть за миллион. И еще, и самое важное, ребята, этот Volkswagen Polo стоит миллион четыреста. Чтобы вы понимали, я купил кроссовер, ну, у меня Ford. Вот, я купил его ровно за миллион четыреста, это было два с половиной года назад. Но там тоже турбированный движок, но там полный привод, там огромный экран на торпедо, да? И это все-таки кроссовер, то есть это на несколько классов выше. Здесь же Volkswagen Polo за миллион, миллион четыреста рублей. И давайте посмотрим, что в нем за миллион четыреста, собственно, реализовано. Ну, во-первых, это, да, хорошие фары, которые, конечно же, на уровень уже выше даже, чем на моей машине. Но нужны ли они в авто такого класса? Потому что вот по моей какой-то идеологической визуализации покупатели этой машины, это человек, который хочет купить машину экономную. То есть, по сути же, это как Lada, кто это, Lada, не Kalina, а как ее называют? Vesta. То есть, да, по сути, это как вот Vesta, в моем понимании. Хотя Vesta, а сколько сейчас Vesta стоит? Ко мне присоединился, кстати, менеджер Тимофей. Вот, Тимофей, вот у вас Volkswagen, наверное, позиционирует ему конкурентов. Это, скорее всего, Rapid, одноклассник полный. Ну, Rio, Solaris. А, Rio, Solaris еще точно. Это конкуренты, это именно эти автомобили считаются. И они сейчас примерно по цене, я так понимаю, под одну гребенку зачесаны. В основном плюс-минус цены одинаковые. То есть, такая ситуация на рынке, то есть, автомобили крайне мало, и по цене конкурентов... А Vesta, если не секрет, сколько сейчас? 800. 800. 800. 800 максимум. То есть, она все-таки тысяч получается на... Если будем говорить про спорт-версию Vesta, то она миллион. А, на миллион. Ну, это прям будет типа жир. Vesta-жир. С обвесом со всей... Да, да, с мощным двигателем. Сразу вопрос по поводу фар. Вот здесь, я так понимаю, фары, они на уровне... То есть, машин, ну, не премиум класс, но такие достаточно дорогие, да? То есть, вот, здесь нет галогенов, здесь все... В любом случае, даже в любой самой простой комплектации Volkswagen Polo, но войдет светодиодные фары по кругу. Ага. То есть, люди его выбирают, хотят купить что-то бюджетное, но при этом они приходят и им дают функционал, ну, который, честно говоря, можно было бы и не давать. То есть, все датчики в круг, камеры, вот эти офигенные фары, без сомнения, да? Парктроники, это я сказал, да? Там, экраны в салоне, может, поменьше. То есть, вот эти вот все функции, если бы их убрать, можно было бы сделать машину доступнее, и, может быть, ее бы лучше брали. Хотя, как я вот из беседы до понял, что их и так берут. В любом случае, есть более простые версии базовой комплектации, средней комплектации, где уже поменьше дисплей, фары уже не прожекторного типа, а обычные, так скажем. Ну, в любом случае, они стадиодные. Конечно, на машине есть попроще по оснащению. Но если самая простая на автомате, это около... Миллион восемьдесят. Ну, это, конечно, сразу наш... Я в моем понимании, потому что я вот, ребят, смотрю, да, дешевую машину для жены и понимаю, что... Ну, как дешевую? Ну, машину, с одной стороны, надо простую, да, взять, самую маленькую по типоразмеру, но при этом, чтобы были какие-то там подушки безопасности, там, чтобы детей возить можно было. И, конечно, для моего бюджета, и, я думаю, для бюджета большинства россиян, да, купить сейчас машину за миллион с лишним, ну... А это учитывая, что машина будет простая. Но, к слову сказать, конечно, Volkswagen поработали над внешностью, и ее лицо вот, оно стало таким более молод... Ну, машина стала... Короче, на ней стало не стыдно, мне кажется, да, ездить. То есть, можете ехать, и на вас будут в потоке смотреть... Ну, как бы, на вас будут в потоке смотреть само, что вы на полу, но вы хотя бы будете подходить к машине и радоваться немножко визуально. Так, ну и давайте покажу, собственно, что у нас в багажнике. Багажник мне понравился сразу. Знаете почему? Потому что я вот чисто визуально... Кстати, багажник без каких-то там приводов, электро, ничего. То есть, вот ты нажимаешь на кнопку, он поднимается. Но багажник, знаете, чем понравился? Что, например, у меня в кроссовере есть проблема с багажником. Я коляску туда с проблемой укладываю, потому что пол очень высоко, и багажник, он меньше по размеру. А здесь эта тема реализована как... Ну, типа как лифтбэк. А почему они, кстати, ушли от седана? Нет объяснения? Ну, это удобно. Намного практичнее, а вид целостнее, как седан. Да, и загрузочная... Вот самое главное сделано, что загрузочная вот эта зона, она большая. Но я могу так сказать, что вот сюда я бы коляску кимал без проблем. А вот в свой, да, хотя у меня типа кроссовер, я коляску загружаю... Ну, я мучаюсь, так скажем, с этим. Вот, багажник здесь большой. Сколько литров, мне кажется, это никому не интересно. Все говорят, обзорщики, сколько там литров. Насрать. Вот я вижу, что здесь багажник огромный, что коляска сюда залетает вообще прям. Будьте здрасте. Это круто. Ну, по визуалке все уже обсуждали. Вот эти вот хромированные штуки. Кстати, еще я смотрел в некоторых обзорщиков, по-моему, Воротникова, и, собственно, это коллеги моего из Самары Бурцева. Они что-то показывали. Какие-то где-то провода висят под днищем. И антикор как-то небрежно сделан. Да, я тоже смотрел эти обзоры. Это были претензии по антикору. То есть на первых партиях машин как-то совсем так грубовато. Именно на белом цвете больше это заметно. Ну, сейчас как бы с этим... Ну, в зависимости от цвета автомобиля, то есть какие-то темные цвета антикор. Он не сходил, не сходил, не сходил, не сходил, не сходил, не сходил. Конечно, швы вот эти вот немножко видны нанесению, но в целом... Хотя вот тут вот прям вмятинка видна, я думаю. Вот-вот-вот я ее поймал. Но она прям такая проглядывается. А вот этот провод. А это что за провод? Трос ручника. Трос ручника. А почему его повыше никак не могут сделать? Все никак. То есть на прошлом поколении пола было то же самое. Хоть и люди ругаются, но все равно же ничего не... Ну, да, не так. И, ребят, самое важное, что за миллион четыреста Вольцваген заставит вас сделать вот так. То есть вы отдали миллион четыреста и подходите вот это вот так вот. Сейчас. Ну, кстати, нормально. Нормально. Только когда будет дождь, вы знаете, у вас слякать говно на улице постоянно. Вот это движение, и у тебя вся куртка на быткость грязная. Так, ну фары. Все прям пушка. За миллион четыреста окей. Место сзади. Вот я сейчас отодвинул сиденье так, как будто бы я сижу спереди. И теперь я попробую сесть. Я... Я жирный, большой, метр девяносто, но... Метр девяносто три. Ну, я могу сюда залезть. Правда, вот эта коленка у меня будет поджиматься... Ну да, она у меня будет пипец как зажата. То есть сзади сидеть толстым людям сложно. Обычным. Но опять же таки, если немножко немножко отодвинуть кресло, то сесть... Можно, да? То есть, допустим, спереди сидит моя жена. Кстати, допустим, да, вот опция. Спереди машины же для жены. То сзади. А женщины, они ездят вот так всегда максимально это. То, в принципе, я себя нормально буду чувствовать. Немножко, кстати, кожи есть. Вот здесь вот, наверное, места, которые чаще всего будут затираться. Кармашки. USB-C зарядки. Подогрев задних пассажиров? Да, задних сидений. Причем он в диапазоне не был. А, то есть, можно, чтобы было жарко и прям и очень жарко. Ну... Так же USB выпадает на задницу. Ну да, я USB-C видел. Интересно, что Volkswagen делает так, что ты покупаешь вроде машину бюджетную, но по опциям как будто ты купил трехлетний, ой, не трехлетний, а там пятилетний Touareg. То есть, ну, по опциям именно. По размеру и по ходовой нет. Ой, ну и вот я сажусь в салон. Конечно, когда я первый раз залез в салон этой машины и не отодвинул, и не опустил сиденье максимально, мне было залезть сложно. Сейчас я сюда залез, ну, в принципе, хорошо. Руль регулируется и по вылету, и по высоте. Ну, даже коленки особо не мешают управлению. По размеру, ребят, я ездил на Ford Focus 10 лет. Эта машина, естественно, меньше Ford Focus в салоне, значительно меньше. Но она не беднее его. То есть, она выглядит достойно. Хотя, опять же-таки, вы должны понимать, что это миллион четыреста. Интересная фишка, что, по-моему, ни у кого в таком классе нет вот этого экрана. То есть, они это реализовали. И опять же-таки, тут приходит на мысль, то, что для тех, кто покупает машину такого класса, такие опции, они... Ну, напишите в комментах, что бы вы вот хотели. Вы бы хотели ниже цену? Или вы хотели бы, чтобы вот было вот это все? Вот я бы на месте покупки машины для жены, чтобы она ездила с детьми, я бы, например, это убрал. Потому что зачем мне за это платить? 30-40 тысяч, наверное, это стоит. А сколько, кстати, стоит? ЖК-приборка именно, это идет пакетом комфорт в коммутации эксклюзив, либо можно в коммутации статуса его заполнить. А, и вот сколько этот пакет комфорт стоит? Порядка 30-40 тысяч рублей. Ага. Ну, короче, не, понятно, что есть простая версия, вон она стоит, мы сейчас посмотрим ее тоже. Но суть в том, что вот... Суть в том, что вот все бы выкинуть. Кстати, интересно, смотрятся вот эти штуки. Воздуховоды, регулировка воздуховодов, она как будто такими стразами отделана. Я бы, честно говоря, из-за этого бомбанул. Потому что я же типа мужик. То есть для жены окей. А вот для себя я бы, наверное, вот эти стразики бы не хотел. Потому что выглядят они своеобразно. Ну, в целом, кстати, новый логотип Volkswagen с этой разделенной штукой, по-моему, да? Вот. Ну, двери, конечно, деревянные, ребята. Ну, класс, об этом говорит. Так, а попроще машина у вас здесь представлена? Не меньше, а вы не знаете. То есть вот красная, но она красная тоже. Ага. Это тоже два пакета. Кратце статус красного цвета. Это не на этой степени. Ребят, ну, вот если так вкратце, в заключении, миллион четыреста, ну, для меня, для моего сознания это немножко не укладывается. То есть вот там стоят хавейлы, и учитывая, что его можно взять за миллион, там, четыреста, миллион пятьсот, а это будет другого класса машина, другого размера. Она будет по-другому, конечно, рулиться, наверное, этот будет рулиться лучше однозначно. Но, опять-таки, миллион четыреста. Блин, я, я просто, у меня диссонанс, и какой-то, какие-то проблемы с пониманием вызывает именно цена. Потому что это небольшая машина. Она самая низшая в классе, по сути, да, в линейке производителя. И она уже стоит миллион четыреста. Можно посмотреть, конечно, на джету и на пассат, но я боюсь представить, какие там цены. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой машины, по поводу ее цены. Ну, и вообще стоит, и вообще какую машину стоит рассмотреть для того, чтобы жена возила детей. Интересно ваше мнение. Самара, Вольксваген, Премьера. Субтитры создавал DimaTorzok